14 ноября текущего года скончался Армен Джигарханян. Артисту было 85 лет. Причиной смерти звезды стал отказ почек. У Армен Борисовича в последние дни жизни возникли проблемы именно с этим жизненно важным органом. 17 ноября в Москве прошло прощание и похороны с Джигарханяном. Почтить память артиста в Московский драматический театр пришло множество друзей, его коллег и поклонников. Похоронили режиссера на Ваганьковском кладбище, рядом с могилой его дочери Елены, которая умерла при трагических обстоятельствах 30 лет назад, девушка надышалась угарным газом. На похоронах отца не мог присутствовать Степан Джигарханян. Дело в том, что родственник Армена Борисовича большую часть времени живет в США, а пандемию коронавируса решил пережидать именно за океаном. Из-за введенных ограничений Степан не смог сразу вылететь в Россию, поэтому на похороны Джигарханяна старшего не успел. Сегодня стало известно, что сын артиста все же прилетел в Москву, чтобы попрощаться с отцом. «Да, я в Москве. Все, что полагается сделать в таком случае, уже делается», – рассказал Степан журналистам. В ближайшее время Джигарханян-младший собирается посетить Ваганьковское кладбище, чтобы навестить могилу отца и проститься с ним. Отметим, что после известия о смерти Армина Борисовича, Степан Джигарханян не раз выходил на связь с журналистами и рассказывал им все подробности о его последних днях жизни. Например, Джигарханян-младший пояснил, что у режиссера начался некроз тканей из-за пролежней, а в последние дни Армен Борисович был подключен к аппарату жизнеобеспечения. Степан предполагает, что его родственнику стало хуже из-за малоподвижного образа жизни. После того, как был введен запрет на прогулки людям старше 65 лет, артист перестал выходить на улицу. Степан Джигарханян подчеркнул, что рядом с Арменом Борисовичем всегда находились лучшие врачи, а заботились о нем на самом высшем уровне. Также родственник артиста призвал не вестись на провокации Виталины Цымбалюк-Романовской, которая обвиняет в смерти бывшего мужа его родных.